Всем привет! Вы на канале Тренер Хапаев и после первой части стопы, скорее всего, сегодня выйдет вторая часть, где я показываю, как я тренируюсь с икроножными мышцами. И будет еще третья часть, где я акцент сделаю на берцовые мышцы и на статичные упражнения, на баланс, на удержание, на чувствительность стопы. И что бы я хотел сказать еще дополнительно, что при коксоартрозе, почему вот я коснулся стопы, прямо несколько серий будет, потому что при коксоартрозе, когда у вас в бедре идут воспалительные процессы, а значит и весь мышечный корсет, который находится вокруг вашего сустава, он работает некорректно, возникают ослабления в мышечных группах, там ягодичные, подвздошные, вы об этом уже много раз слышали и знаете. И икроножная мышца берет на себя нагрузку больше, чем надо было бы. То есть здоровая икроножная мышца, которая у вас на больной ноге, она начинает брать на себя нагрузку. Но она же не может бесконечно компенсировать работу вашего бедра. И она начинает работать тоже уже в половину своих возможностей. Вот хороший пример, я хочу показать насос, вот как работает мышца. То есть здоровая мышца работает, у нас имеется вот финальная точка, да, крайняя точка и стартовая позиция. То есть когда мышца длинная, когда она хорошо развита, она работает и соответственно воздух будет идти хорошо, будет насос работать хорошо. Но что такое сокращенная мышца? Сокращенная мышца это когда она не доходит до конца своего здесь и не доходит до стартовой позиции. То есть и она растянуться хорошо не может и не может хорошо сжаться. И она находится вот в таком сокращенном состоянии. И работа у нее происходит вот в такой небольшой амплитуде. И соответственно она быстрее утомляется, она становится такой сухой, под жарой. Многие коксоартрозники отмечают, что на больной ноге икроножная мышца выглядит как у спортсмена. Рельефная такая хорошая. Поэтому вы должны понимать, что я показываю вам объем информации, даю про строение икроножной мышцы, растяжение, как триггерные точки находить, как тренировать. И просто вот этот объем информации нужно еще систематизировать. То есть надо знать в какое время тренировать, сколько раз в неделю тренировать, какие ощущения вы должны испытывать на следующий день, как не перегрузить их. Вот это все уже, можно получить всю данную информацию, уже находясь у меня в группе ВКонтакте. Если вы не можете увидеть здесь адреса под видео, вы просто в Гугле или в Яндексе набираете тренер Хапаев и там выходят сразу же, поисковики выдают вам и страницу ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Одноклассниках. Таким образом вы тоже меня можете найти. Всем здоровья! Смотрим сегодня или завтра вторую серию. И обязательно я сделаю третью серию по икроножным мышцам. Живем без боли! Пока!